Росатом, на мой взгляд, занимает ведущее место. Очень мало стран обладает технологией реакторов на быстрых нейтронах. На сегодняшний момент, наверное, крупных аварий — это три штуки, что привело к возникновению достаточно большого цунами. На сегодняшний момент, на самом деле, порядка 32 стран имеют на своей территории 407 реакторов. То есть, на мой взгляд, если по данному ООН порядка 200 стран, то можно посчитать, что это, соответственно, 3,20 или, если умножить на 5, порядка 15% стран обладает сейчас доступом гидерной энергии. Ну, во-первых, это, наверное, одна из самых высокотехнологических отраслей, соответственно. И, наверное, большинство беднейших стран просто не могут позволить обладать такими технологиями. И, на мой взгляд, еще атомная отрасль из Белеска все-таки можно перейти от этого к боевым вещам. И, соответственно, на мой взгляд, мировое лобби не особо способствует распространению данных технологий. На атомных станциях сейчас работает стандарт 3+, то есть это так называемый постфокусимский стандарт. Росатом, на мой взгляд, занимает ведущее место, потому что мы обладаем сейчас самым передовым, на мой взгляд, атомными электрическими станциями как для тепловых нейтронов, так и для быстрых нейтронов БН, соответственно. У нас относительно дешевые энергоблоки. Плюс мы предоставляем и обучаем персонал. То есть этим мы как бы поднимаем еще общий уровень инженерной школы в тех странах, где мы строим наши АЭС. Ну, наверное, одна из основных задач, которые сейчас думают ученые-ядерщики, это то, чтобы замкнуть ядерный цикл. Вы, наверное, слышали, а в 29-м году намечается в Потомском городе Северск будет так называемый прорыв. Он должен полностью замкнуть ядерный цикл. Что это значит, соответственно? Сейчас у нас большинство реакторов, это так называемый реактор либо ВВР, либо РВМК. Это реакторы на тепловых нейтронах. То есть они могут делить только уран-233, 235 и 239 полтонник. Но проблема в том, что в добываемом уране 99,3% это уран-235, который тепловыми нейтронами не делится. Поэтому, соответственно, топлива для данных реакторов не так уж и много. Но есть также у нас разработанный реактор на быстрых нейтронах, для которых как раз уран-235 является уже топливом. И, соответственно, можно нарабатывать из уран-235 после его переработки дополнительное топливо уже для реакторов на тепловых нейтронах. А основная сложность в том, что очень мало стран обладает технологией, как я говорил, реакторов на быстрых нейтронах. В данном случае это будет пробный реактор, он называется Брест-ОД-300. Соответственно, этот реактор будет уже охлаждаться не водой, а свинцом. Потому что там уже и водой, почему он не может охлаждаться? Потому что в первом контуре вода будет являться, соответственно, замедлителем нейтронов. В случае, если будет замедление нейтронов, они не будут уделить 235-й уран. Поэтому там используются либо жидкие металлы, такие как литий, натрий. Но они очень взрывоопасны в случае, если будет протечка из первого во второй контур. Это моментально приведет к очень страшным последствиям. Поэтому было принято использовать свинец. Также есть еще параллельная идея о том, чтобы использовать свинца и висмут. Они примерно обладают похожими свойствами, так находятся достаточно близко в таблице винделеевых друг к другу. Тренд, соответственно, есть несколько трендов. Есть так называемое карбидное топливо. Чем это связано? Это связано с тем, что стандартность использования так называемого оксид урана. Оксид урана это уран-О2. То есть у нас, деляясь на одну молекулу, приходится два кислорода, которые не делятся в процессе. И, соответственно, один уран, который делится. Если мы будем использовать карбидное или нитридное топливо, то там будет один атом либо углерода, либо азота, соответственно. И поэтому у нас, соответственно, увеличится КПД. Также сейчас есть тренд на то, чтобы заменять часть урана полтония. Но тут тоже нельзя переборщить. Проблема заключается в том, что бета-эффективны. Это так называемая компонента нейтронов, которая управляет всеми процессами в реакторе. Диоран-233, 235. Соответственно, это у нас 0,063. А для полтония 0,021. То есть, примерно, в три раза меньше. И реактор становится намного хуже контролируемым. Но основные планы заключаются в том, чтобы увеличить безопасность и энергии выделения. А также продлить компанию. То есть, сейчас компания у нас 4 года. Собирается сделать компанию пятилетней. Ну, на самом деле, я бы сказал, с атомной станцией на сегодняшний момент, наверное, крупных аварий. Это три штуки. Но были также аварии, например, связанные с интересным, с маяком. Но я расскажу вам те аварии, которые связаны с атомной станцией. Как ни странно, почему-то все эти аварии, все три, происходили весной. То есть, образно говоря, Тремей-Аланды, 28 марта. Чернобыль, 26 апреля. И, соответственно, Фокусима, это 11 марта. И не знаю, почему так сложилось. Ну, на самом деле, первая авария, это авария, которая произошла в США с реактором Тремей-Аланд. Что там случилось? На самом деле, они используют так называемую, ну, схема реактора там была одноконтурная. То есть, там был фактически кипящий реактор. И проблема заключалась в том, что смола, которая ионнообменная, она чуть-чуть подзабила клапан. И авария, на самом деле, была от остальных аварий, отличается тем, что она была небыстротечной. То есть, она развивалась достаточно долгое время. То есть, сначала пошла недостаточно небольшая потеря теплоносителя в первом контуре. То есть, порядка 50 кубометров в час. Это, конечно, не сверхмого, но достаточно чувствительно. После чего, соответственно, постепенно у нас давление возрастало, они его начали сбрасывать. И начал образовываться пар. Потому что при уменьшении давления температура кипения воды, соответственно, также уменьшается. Образование пара приводит к паровой пробке. И верхняя часть активной зоны начала свое расплавление. После чего, соответственно, она начала постепенно опускаться вниз. Привезло еще к большему развитию данной аварии. И порядка 30-40% ТВЭЛов просто поплавились, соответственно. Тут еще пошла к тому же, так называемая, пароциркониевая реакция, когда у нас идет выделение водорода. Но это они заметили, соответственно, от водорода избавилось. То есть, им удалось его сбросить. А, соответственно, после чего они включили насосы, которые должны были охладить реактор. Эта корка застыла. И внутрь не поступала вода. Но они успели охладить в плане того, что корпус реактора не получил проплавление. То есть, в закрытую зону радиация вышла, а за территорию компаунда уже радиации никакой не было. Что было предпринято? Основные меры теперь, как и делаются. Во-первых, на самом деле, подобная авария развивалась практически в прошлом без последствий 9 месяцев до этого. После чего было принято обязательно решение, что есть на какой-то из станций происходит подобное. То есть, теперь будут сообщаться всем станциям. Это первое. Второе. Предположение, что коллектив был недостаточно обучен, недостаточно грамотным. То есть, критическим случаем он был обучен, а вот малоактивным, пялотекущим авариям обучен не был. И, соответственно, они просто не знали, как действовать в этой ситуации. Поэтому были проведены, соответственно, дополнительные обучения всего персонала. Также было вынесено предупреждение всей Атомной комиссии США, чтобы более детально за этим следили. Чернобыльская АЭС, конечно, трагедия была самой страшной, на мой взгляд. Она была выброшена больше всего атомных отходов, соответственно, топлива и так далее в атмосферу. Была, наверное, самая-самая страшная. По-моему, облако радиоактивно облетело наш земной шар порядка трех раз. Что же случилось в Чернобыле? На самом деле, Чернобыль это характерный реактор в то время РБМК. Что такое РБМК? Это реактор многоканальный, соответственно. То есть, образно говоря, в одном реакторе у нас много-много каналов или много маленьких реакторов. То есть, реактор канальный большой мощности. В чем его преимущество, сначала хочу сказать. В том, что, на самом деле, в отличие от наших реакторов ВВР, он может работать онлайн. То есть, там не обязательно его останавливать, чтобы сделать какую-то перегрузку и так далее. То есть, его КПД по производству электроэнергии, конечно же, больше, чем у реакторов РБМК. Второй важный момент. Его энергетика и теплоотдательность. То есть, образно говоря, если реактор ВВР, для того, чтобы увеличить его мощность, надо увеличить корпус реактора. То это можно просто масштабировать. И получается достаточно элементарно. То есть, вообще никаких проблем нет. Но, у него, как выяснилось, после этой аварии есть очень важный минус. Это положительная обратная связь по реактивности. Я чуть позже о ней расскажу. Теперь, что же было в процессе аварии. Вообще, планировалось уже в четвертый раз провести, так как реактор собирались останавливать на ВПР, это плановый предупредительный ремонт, провести одно из исследований. А исследование стало в том, чтобы посмотреть, как выбег турбины может обеспечивать собственные нужды насосов реактора. Предполагалось проводить, соответственно, это на 700-ваттной мощности, ну, мегаваттной мощности реактора. Так, я сказал, 1000 реакторов, но это его электрическая мощность. А его тепловая мощность порядка 3200. Соответственно, они начали опускать мощность. После того, как они опустили мощность порядка 1600 мегаватт, реактор начал провалить в так называемую йодную яму. Что это значит? Когда реактор работает на своей основной мощности, количество йода, которое создается и которое распадается, сбалансировано. Потому что он у нейтрона его разрушает, и он в йод явно не провалится. После того, как мы начинаем снижать мощность реактора, нейтронный поток падает. Соответственно, а йод все еще вырабатывается. И поэтому йод начинает более интенсивно поглощать нейтрон, так он не разрушает. И реактор начинает замедляться, замедляться, замедляться и замедляться. Соответственно, персонал увидел это замедление. После чего? Что он начал делать? Там, на самом деле, в реакторах ВВР для контроля мощности есть так называемый контролирующий стержень. И они их начали постепенно поднимать, чтобы реактивность не упала. Потому что если реактор провалится в йодную яму, 5 дней к нему можно не подходить, пока йод не распадется. Соответственно, контролирующие стержни начали постепенно выводить, выводить, выводить. И действительно реактор начал постепенно постоянно мощность набирать. Но они остановились, так называемая мощность, всего лишь 200 мегаватт. От 3200. Вторая проблема заключалась в том, что на самом деле реально внутри реактора можно контролировать мощность объективно. Только в том случае, если он составляет 10% от своей номинальной мощности. А это 320 мегаватт. Они опустились до уста. То есть они контролируют мощность только внешними. А внешние были достаточно инерционными и не могли абсолютно адекватно и быстро дать те сведения, которые происходят в реакторе. После чего, соответственно, они начали заниматься экспериментом. И проблема в том, что они заметили, что реактор начал постепенно вдруг резко-резко разгоняться. То есть они, обрадо говоря, отключили. Там 8 было питающих насосов, они 4 отключили. И вроде посмотрели, все нормально. И потом их начали подключать. Холодная вода начала приводить к подъему реактивности. Реактор начал разгоняться. После чего сработала, соответственно, автоматическая система защиты. Но проблема этой автоматической системы защиты заключается в том, что сначала идут так называемые графитовые стержни вытеснители внутрь. А графит, как вы знаете, он является замедлителем. И поэтому, а за ним идет уже карбид вора, который как раз поглощает хорошо нейтрон. И у него очень большое сечение поглощения. Соответственно, должна была реакция замедлиться. Примерно, что он пока это графит. А было рассчитано, что он падает под собственным весом. А это для того, чтобы пройти целиком зону от 21 до 18 секунд, соответственно. И это достаточно большой промежуток по времени. И поэтому, соответственно, пока эти проваливались. Они, соответственно, резко привели к увеличению мощности реактора, его реактивности. И у нас просто произошел взрыв. Также по поводу взрыва есть несколько теорий. Первая теория, что это был тепловой взрыв. То есть, как скороварка у нас разогрелась, резкое давление, пар. Второй вариант, что это был химический взрыв. То есть, пошло плавление топлива, пар циркониевая реакция, смесь H2O2, химический взрыв. И третье, что был ядерный взрыв. Потому что, когда начали изучать, сказали, что топлива практически не осталось. И подумали, ну, на самом деле, я все-таки больше склоняюсь либо к тепловому, либо к химическому взрыву. Почему? Потому что, на самом деле, достаточно много просто было выброшено вследствие этого взрыва. То есть, и даже в атомных бомбах, которые у нас реагируют максимум 3-5%, все остальное просто не успевает среагировать, потому что уже энергия выделяется, и она просто разбрасывает все. Какие, я теперь хочу сказать, основные выводы были сделаны после данной аварии? Первое, что было установлено, оказывается, что у данных реакторов есть обратная положительная связь. Что это значит? То есть, образом говоря, при увеличении мощности он саморазгоняется и уже не останавливается. Об этом раньше не знали. Также не знали о эффекте том, что если мы очень медленно будем выпускать эти стержни с графитом, то у нас сначала будет резкий подъем реактивности. А только когда карбидбора дойдет, он будет тормозить. А вот эти 18-20 секунд, это очень большое время для реактора. То есть, там идет 2 в степени n, и времени не хватает. То есть, от того, как он погрузился, там порядка долей секунд идет. То есть, он моментально разгоняется. Потом, соответственно, что они делали на недопустимой малой мощности, то есть, они могли объективно контролировать процесс происходящего реактора. Так, внутриреакторные все, они работают только от 10 и больше мощности. Они работают до 200 мегаватт, что, соответственно, меньше 10%. Ну, и, соответственно, после этого, во-первых, за данным реактором, сейчас у нас, по-моему, 3 атомные станции их, с ними находятся, соответственно, дополнительно со всеми контроль, учения. И после этого, на самом деле, были созданы еще для предотвращения всех этих аварий службы, так называемый атом спас. Он, кстати, недавно у нас был показан в своей установке, то есть, это достаточно квалифицирован. То есть, там многие, соответственно, порядка 20-30 выпускников, это с нашей кафедры, ребята. То есть, это крайне грамотные. Да, у них там определенная физическая подготовка, соответственно, они там работают с дронами, с различными дозиметрами, то есть, полностью-полностью оснащенные. И вот после этого, наусть, это стало большим плюсом тому, что безопасность колоссально увеличилась, чтобы подобных аварий больше никогда не было. Классическая авария, так называемая авария Фокусима, произошла 11 марта. То есть, начиналось она все с большого землетрясения, порядка 9 баллов по шкале Риктора. Соответственно, к чему она привела? То есть, так как землетрясение прошло, то, соответственно, начала включаться автоматическая защита на данных реакторов. То есть, они начали глушиться. Но проблема в том, что реактор, это не машина, которая ты нажал на педаль тормоза, она моментально остановилась и все. Реактор требует достаточно долгого охлаждения, так называемого, остатусного тепловыделения. Ну и, соответственно, для него использовались обыкновенные насосы питательные тенденки. Но проблема в том, что сдвинулась кора, что привело к возникновению достаточно большого цунами. То есть, вообще, проектом американцев, это реактор строили американцы, вполне сдерживалась волна до 5,5 метров. Но в данном случае из-за колоссально большого землетрясения образовалась волна 14-15 метров, которые данные, соответственно, заграждения уже не могли выдержать. То есть, эта волна прошла, а все питающие и резервные насосы были ниже уровня моря. То есть, волна прошла и просто их затопило. То есть, ни дизель-генератор невозможно было включить, ни, соответственно, ни питательные насосы. В связи с чего началась постепенно пара циркониевой реакции. Они, конечно, предприняли достаточно большое количество. То есть, они сделали, приложили капитальные, соответственно, пожарные шланги. У них было использовано три пожарные машины. Сначала пытались простой водой заливать, потом простая вода уже закончилась дистиллированной, и начали заливать, соответственно, морской водой. Почему? На сегодняшний момент, на самом деле, на территории Фокусима достаточно большое, хранитель, наверное, следующий час, что вот они начинают сбрасывать воду. Вот это как раз вода, которую они пытались охлаждать реактором. На самом деле, через четыре дня только так им удалось погасить эту аварию. Но проблема в том, что так как в Японии все очень-очень долго, и много-много согласований, включая премьер-министр, то есть можно использовать, нельзя, было потеряно достаточно много времени. В связи с этим был потерян первый, третий, четвертый реактор. То есть там произошла пара циркониевой реакции, и произошли взрывы, соответственно. После чего, соответственно, произошло определенный выброс. Поэтому сначала было принято решение о отселении народа 10 километров, потом зона увеличится уже до 20 километров. И на сегодняшний момент, на самом деле, там скоплено достаточно большое количество радиоактивной воды и отходов. Ну, теперь давайте вернем с вами, в чем же была причина основная. Не только в неудачной компоновке, но и, соответственно, на мой взгляд, не совсем подготовленный персонал с такими авариями. И третий момент, на самом деле, экономический, заключается в том, что, на самом деле, так они собирались скоро отказаться от этой станции. Ну, она выходила на свой срок критической службы. То есть, поэтому они не хотели вкладывать ее в модернизацию. Ну, соответственно, все считают деньги на Западе. И поэтому, зачем вклад есть, мы через 2-3 года ее закроем. Ну, на самом деле, выводы, какие были сделаны, просто колоссальные. Наверное, Фокусим в этом отношении дала больше всего. То есть, первое, были теперь сделаны приборы, которые автоматически удаляют водород. То есть пара циркониевой реакции больше не может существовать. Второе. Это были сделаны пассивные системы отвода тепла. То есть, образно говоря, работающие на физический принос, даже если электричества ничего нет, по принципу у нас нагрели пар, пар всегда более легкий, чем воздух, пошел наверх, охладился, пошел вниз. И, соответственно, естественно, циркуляция. И на случай, если будет расплав, соответственно, теперь под каждым реактором есть так называемая ловушка расплава. То есть, в которой даже если реактор расплавится, все топливо там соберется, и это будет приводить к минимуму заражения окружающей территории. Понятно, что внутри будет, конечно, авария, но так как на Чернобыле, таких последствий уже не будет. Бесспорно. Понятно, что атомный рейд так несет колоссальную опасность в случае аварии, поэтому там дополнительно вводится куча параметров, которые приводят к ее обеспечению безопасности. То есть, на самом деле, там у нас всегда работает два параллельно, и третья схема всегда запасная. То есть на каждой атомной станции есть основной блок управления реактором, а есть резервный, то есть в случае, если что-то случается, персонал быстро переходит в резервный, оттуда может управлять. Так как опасность в случае нештатных аварий приводит к очень большим последствиям, поэтому колоссально сделано много всего, чтобы обеспечить, то есть, наверное, безопасность ядерных реакторов самая большая в мире, которая только существует. И, образно говоря, там есть так называемая концепция безаварийности, то есть она говорит о чем, то есть чем больше мы делаем вещей, чем больше чаще проводим обучение, чем у нас более грамотный персонал, тем меньше вероятность аварий. При этом у нас также постоянно мы заменяем все больше технических средств, и как автоматические защиты, удаление водорода, спот, спассивная система отвода тепла, которые также минимизируют последствия от аварий, или просто их исключают. Нововоронинская атомная электростанция вообще является передовой или пилотной для реакторов типа ВР, для нашего Советского Союза, а теперь для России. То есть каждый реактор, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, это все пилотные проекты. То есть там всегда идет обкатка всех технологических вещей, а потом уже реакторы идут в проект. Например, если мы возьмем пятый энергоблок Тычник, который, например, сейчас стоит на Балаковке, то есть наш обладает двумя турбинами по 500, то есть в случае какой-то нештатной ситуации, например, мы можем опустить мощность реактора наполовину, и он может работать, например, на одной турбине, если одна из турбин выйдет. Понятно, что штатных, конечно, там такого нет. То есть штатные Балаковские, они работают, там одна турбина тысячная стоит и так далее. То есть если что-то происходит с турбинами, то есть реактор полностью глушится, и потом отменим пассиво, отводится тепло. На самом деле исследования производятся там постоянно. То есть не только в плане безопасности, но я могу сказать, что там есть, например, и научные исследования. То есть, например, вот сейчас Дубна, мы сотрудничаем с нашей кафедрой, там проводятся нейтронные исследования, то есть по потоку нейтрина отслеживать состояние реактора. В чем большой плюс? Нейтрина имеет очень маленькое сечение взаимодействия, поэтому спокойно выходит из реактора. И мы, не взаимодействием в реактор, можем понимать, какие процессы происходят внутри реактора. Что как раз бы точно исключило бы чернобыльскую катастрофу, потому что даже на любой малой мощности мы все равно смогли бы точно понимать, что происходит внутри реактора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова